Видимо, эти ушли через подвал тоже, я так понимаю, эти 20 человек. Нет. Там, возможно, не показали ничего. Там идея была, что они Бобу отдают северянам и их отпускают. Бибу. Ой, извините. Бибу отдают Бобе. За Бибу покупают проход. Да. Их, правда, зарезали все равно. На всякий случай. Это как наши поляков. Выманили из Кремля и все их зарезали. Вот. А Бибу... Это у нас день народного единства. А Бибу сдали. Так, а тут не показали ничего. Нет, ничего не показали. Это неправильно. Это категорически неправильно. Там, ну, вообще, вся телега сосада здесь была неправильная. Ну, в кино, я имею в виду. Относительно книжки. Неправильная, говеная и нелогичная. Они, главное, выходят, а там какие-то пожарища. Когда вы эти пожарища организовали? Что это? Чушь. Потому, что... Это неправильно. Категорически неправильно. Блин. Тут достаточно, на мой взгляд, ну, пары-тройки штрихов. Чтобы зритель хоть что-то понимал вообще, что к чему происходит. Хоть пару штрихов каких-то. Чисто визуальных. Ничего нет. Это меня расстраивает. Я такое додумывать не люблю. Я считаю, что должны показывать. Кто это все поджег? Вот кто? Если там только что 500 северян пришло, а вы говорите, что пришло. Да. Это, может, это северяне подожгли? Или Биба до того подж... Или что вообще? Что происходит? Что происходит? Конечно, подонок Биба все подпалил. Естественно. Да. Чушь. Не, неправильно. А как он, интересно, это подпалить умудрился? Там вот этот замок, он такого размера, что просто легче охереть. Просто охереть не встать. И вот вы 20 человек, как вы собираетесь это все поджечь? Тем более, что там, повторяюсь, внутри личный состав, который вот как только оно загорится, страшнее ничего не может быть для средневекового человека. Они просто сразу забудут, что вы тут собираетесь их убивать, и они все будут тушить тут же. Потому, что уже все равно, убивайте, давайте, убивайте. Так это и есть убийство. Конечно. Если все сгорит, мы все умрем. Поэтому они все сразу станут немедленно тушить. Вы ничего не спалите. Я, кстати, еще в моем детстве у нас по квартирам ходили погорельцы постоянно с сгоревшими... Люди ходят, попрошайничают, дом сгорел, подайте кто сколько может. Ну, наверное, у многих действительно сгорал. И, наверное, это действительно беда такого масштаба, что тебе только суммой остается ходить, блин. Ну, и вот как-то там почему-то все сгорело. Кстати, а как они себе представляют просто сожжение каменного замка? Я понимаю, может сгореть башня, например. Потому, что у нее деревянные перекрытия. Или лестница. Ну, там лестница, перекрытия. Вот башня выгорела. Все. Окей. А дальше-то как? Дальше между башнями стена каменная, а в каменной стене деревянных деталей нету, там гореть нечего. Ну, этот, как его там, ход называется, то, что наверху на стене... Ну, может сгореть. Тут, однако, ничего нет такого. Тут просто зубцы каменные. Странно. Ну, я говорю, какой-то дом один может сгореть. Ну, в общем, это все равно, что кремлевскую стену поджигать. Таким же успехом. Это же камень. Ну, серьезно. Их же специально строили из камня для того, чтобы их нельзя было поджечь. В отличие от деревянных укреплений, которые какие бы хорошие не были, рано или поздно загорятся, если их тщательно поджигать. Ну, тут, однако, как-то все... Все сожгли дотла. Все сожгли дотла, сообщает, не знаю, луноход, извините. Будущий луноход. Как? Что там сожгли? Кстати, тло, это что такое? Ты знаешь? Дотла. Тло. Это что такое? Ну, дотление. Ну, что тлеет. До тла. До тления. То есть, все уже прогорело. Теперь только тлеет. Такая мелодия. Не догадывался никогда. есть, российский мужчина. Неплохо, неизвально ли Hope소�pen. Кстати, Amerika, как милезда, этот очень н親 casки лучше.